Это в страну, в нашу страну. Отмечу, что Россию и Бразилию традиционно объединяют отношения дружбы и взаимопонимания. Стратегическое партнёрство между нашими странами охватывает самые разные сферы. Мы сообща стремимся развивать политические, экономические и гуманитарные связи. Тесно взаимодействуем на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС и группы 20. И сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры. По итогам принято совместное заявление, в котором зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества. Наша страна, конечно же, заинтересована в последовательном расширении экономического взаимодействия. Бразилия является ведущим торговым партнёром России и Латинской Америки и Карибском бассейне. На неё приходится треть российского товарооборота с этим регионом. В прошлом году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, взаимная торговля даже выросла на 87%. Важную роль в укреплении двухсторонних торговых и инвестиционных связей играет межправкомиссия, очередная сессия которой состоялась осенью прошлого года в Бразилии. Тогда же, по личному указанию президента господина Болсонара, Россию посетили ключевые бразильские министры экономического блока, отвечающие за энергетику, горнорудную промышленность, сельское хозяйство. Кроме того, в ближайшее время планируется провести заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня под руководством председателя правительства России и вице-президента Бразилии. С хорошей отдачей работают российско-бразильские и бразильско-российские советы предпринимателей, которые приурочили к нынешнему визиту президента Бразилии серию встреч представителей деловых кругов двух стран. А сегодня вечером господин Болсонара пообщается с бизнесменами, входящими в актив этих советов. Подчеркну, что Бразилия всегда широко представлена на Петербургском экономическом форуме. В прошлом году господин Болсонара обратился с приветствием к участникам пленарного заседания форума по видеосвязи, за что мы ему признательны. Ещё раз хочу поблагодарить, господин президент, вас за такое внимание к нашему мероприятию в Петербурге. Ждём, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдёт 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей. С удовлетворением отмечаем успешное расширение двусторонней промышленной кооперации. И хотел бы выделить проекты, реализуемые с участием российской корпорации силовые машины по модернизации бразильской гидроэнергетики, а также налаженные компаниями «Северстали» и «Ависмо» поставки компонентов для высокотехнологичных отраслей экономики Бразилии. В свою очередь, «Росатом» экспортирует топливо до бразильских АЭС и радиоизотопы для медицинских целей. При этом наша корпорация готова участвовать и в сооружении на территории Бразилии новых энергоблоков, включая атомные станции малой мощности, и в наземном, и в плавучем исполнении, где у неё накоплен уникальный опыт и есть не имеющие мировых аналогов технологии. Хорошими темпами продвигается сотрудничество в химической промышленности и производстве экологически чистых минеральных удобрений. Так, в 2021 году российские предприятия поставили на бразильский рынок почти 10 миллионов тонн удобрений на сумму порядка 3,5 миллиардов долларов. Роскосмос и Бразильское космическое агентство работают над реализацией соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС. На территории Бразилии уже построены три станции системы ГЛОНАСС, а также оптико-электронный комплекс по обнаружению космического мусора. Есть договорённости о развертывании ещё двух дополнительных станций. В последнее время динамику приобрело российско-бразильское сотрудничество в области медицины и фармацевтики. Наши компании «Химрар» и «Биокат» активно продвигают на бразильском рынке лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией и онкологическими заболеваниями. При поддержке Российского фонда прямых инвестиций ведётся работа по локализации производства в Бразилии вакцины «Спутник Ви». Естественно, в ходе переговоров обсудили с президентом Болсонара тематику гуманитарного взаимодействия. Условились и далее всемерно способствовать развитию двухсторонних научных, образовательных, культурных и спортивных обменов. В частности, сейчас прорабатывается целый ряд различных инициатив российского участия в предстоящих в этом году в Бразилии празднованиях 200-летия со дня провозглашения независимости. Упомяну и то, что Россия оказывает заметное содействие Бразилии в подготовке национальных кадров. У нас обучается порядка 400 бразильских студентов, в том числе более 80 на бюджетной основе. На днях в Рио-де-Жанейро открылась российско-бразильская межкультурная школа, где преподавание ведётся на русском и португальском языках. Напомню также, что в бразильском городе Жанвиль уже свыше 20 лет успешно работает школа Большого театра. В этом уникальном и единственном в своем роде учебном заведении за пределами России обучает более 250 детей из самых разных регионов Бразилии и других странах Латинской Америки. При обмене мнениями по глобальной и региональной проблематике. Помню, в городе жанейро по мнению, на районе Ваневрии, в городе Большого театра Большойа, Неста института университета, учатся более 250 студентов из различных регионов России и других стран страны. В текущей мнения международного и регионов, мы видим, что, на многих отношениях, наши позиции и наши страны являются близкими или coincидательными. Мы проводим диалоги актив между нашими Министерами Религией, ФЕЗ. Сегодня, в Москве, в первую очередь, реализуются объединения в формате 2-2. Наши страны защищают формула мультипольной с базой на правой страны и на правой центральной координации ОНУ. В этом случае, мы сдерживаемся сильным компромиссам с принципием multilateralизма, результeten конфликтам по межу и политикам. По 2022-2023, в Бразилии, сомнение не перманетет на Союз Сегистрирования, мы хотим проверить нашу совпаду на все сроки на ОНГ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 а завансы, а интервью для наших народов. И опять, о мире и наша casa, и Бог стоит на всех нас. Погнали, мы паузы, и мы все, что живем в этой стране. В конце концов, это интересы всех нас. Пауза для мира. Очень спасибо, президент Путин, за приглашение, за теми темы, и за вероятность в нашем стране. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...